друзья всем привет вот вам хочу представить новую российскую разработку на на инкубатора корпус выполнен из фанеры из такое смотровое окно утеплен он 5 сантиметровым пенопластом пенополистиролом нагревательный элемент у него это китайский нагреватель керамический регулировка температура осуществляется с помощью вот такого диммера вот такой же у нас китайский здесь вот термометр электронный но это опять-таки китайский российский то у нас термометра в инкубаторе тоже присутствует и он простой вот такой спиртовой вот здесь вот у нас заложенные яйца по вопросам приобретения обращайтесь почта прикреплена в описании но на самом деле я вас всех еще раз приветствую и хочу вас пригласить на очередную нашу авантюру у нас есть 40 яиц бролера коп 500 словакия вон они нет места в инкубаторах и мы решили ну чех выбрасывать да мы решили попробовать мы решили попробовать проинкубировать их в бродере бродер этот вам известен он используется для поднятия молодняка не сушек действительно он хорошо утеплен да он держит температуру у него неплохой нагреватель вот у него есть даже вот такая при . и вот такая вытяжка на которую ставится вентилятор если вы видите крепление предусмотрено но вентилятор я не ставлю потому как и так вентиляция осуществляется очень даже неплохо циркуляция через оставленные вот такие вот про духе пеленка лежит видите посередине здесь вот будет циркулировать воздух и отработанный воздух будет выходить вот в это отверстие значит поворот яиц будет у нас осуществляться два раза в сутки поворотный механизм вот он он будет значит поворачивать наши яйца утром и вечером сегодня 31 августа вот я заложил значит яйца положили мы их на картонные ячейки горизонтально чтобы максимально воздух мог омывать вот поверхность яйца снизу ну не знаю насколько это правильно но мне кажется так оптимальнее чем бы они стояли или просто бы лежали бы на пеленке не знаю что из этого получится всем наверное будет интересно нам особенно в общем я их только-только заложил температура здесь пустого этого брудера инкубатора очень легко достигается в районе 44 градусов я это уже проверил сейчас я убавил дверь открыта мы сейчас значит ставим на разгон этот брудер и стараемся здесь поддерживать температуру в районе 38 градусов это сделать будет непросто говорю вам сразу диммер здесь конечно нам помогает но не до конца так как в нашей сети электрическая сила годуного напряжения она колеблется стабилизатора у меня на это розетки нет взять мне его сейчас нигде они все заняты поэтому вот в таком экстремальном режиме будет проходить наш инкубация я уж не говорю про то что если свет выключит здесь нет у меня резервного питания никакого вся наша инкубация полетит в трамп тарары ну что поехали друзья но это просто какая-то удача я нашел в своих закромах вот такой вот перегорела лампочка вот такое вот устройство еще советского производства под названием олень но если учесть что она на технологиями в нашей стране как раз и занимается олени ну там типа чубайса и так далее то как не кстати нам этот олень здесь пригодится он будет помогать нам исправить те самые результаты эффективного менеджер менеджмента и реформирования российских электросетей после которого в напряжении в наших сетях стало от 190 на самом деле от 180 и до 250 а на самом деле до 267 и у меня были фотография на вольтметре в моей электросети селе годунова очень очень это как говорится символично один олень помогает бороться нам с другими оленями ладно что имеем значит смотрим мы на характеристики я так понимаю что это просто напросто если на современный язык перевести то стабилизатор это никакой не бесперебойник я так понимаю ну мне сложно судить я первый раз как бы вижу этот агрегат вернее вижу то я в не первый раз я увидел раньше в квартире у бабушки влюблено и он перекочевал у меня вот сюда в годунова и лежал без дела я вспомнил о нем потому как современные стабилизаторы все заняты вот он сюда мне кажется подошел бы так у сн 315 гост такой-то сеть 127 220 вольт кстати говоря видите советском союзе еще не предполагали что у нас сети может быть 250 и выше но хотя бы частота 50 герц у нас осталось прежней около этого так мощность 315 в в а это по-моему вольт ампер вольт ампер если менее у меня не подводит память это 065 ватт что перечитать короче нужно 315 умножить на 065 я сейчас это сделаю на калькуляторе но так на скидку если так на 65 но это где-то около 200 ватт ватт получается да около 200 ватт значит 200 ватт как раз наш вот этот вот керамический нагреватель на максимуме потребляет соответственно у нас должен работать не на максимуме я надеюсь что утепление вот это вот устройство она позволит нам сэкономить электроэнергию поэтому предположу что вот это устройство вполне нам подойдет я сейчас для надежности еще померяю выходное напряжение сети и напряжение из этого устройства и тогда все будет ясно но в общем то с этим устройств шансы на какой-то результат у нас по прибавилось я так сказал да еще вот забыл давайте вы знаете что с вами сделаем мы сейчас с вами напоминаю 31 августа сейчас где-то не знаю сколько сейчас наверно сейчас около 7 пускай до 7 где-то 7 часов вечера значит смотрите показания счетчика так он тут двухтарифный сейчас мы дождемся когда будет общее показание вот тысяча тридцать ватт до киловатт в насти до тысяча тридцать киловатт у нас на данное число через 21 день если вдруг у нас что-то получится мы посмотрим сколько энергии потребляет вот этот нано инкубатор но все продолжаем сети у нас 240 видно до до 239 ну 240 вам считать у меня есть нормальный хороший прибор это походный так он там где не точно нужно померить так теперь смотрим о как он с вами загудел что он выдает на этот олень попасть 226 220 230 то есть он получается стабилизирует но сейчас он 10 вольт у него разница так но возможно под нагрузкой под нагрузкой он стремится к 220 как и написано ну ладно нам главное пускай он там даже стабилизирует до не ровно 220 а пускай там 225 230 нам главное чтобы это стабильно было то есть при 180 вольт выходящие из сети и там до 250 но я надеюсь что не будет такого в этот раз потому что боюсь что он не справится у нее есть предохранитель какой-то там плавки я не знаю может быть он и может и сработать а тогда в принципе наш эксперимент весь закончится на этом но в любом случае я считаю что с ним надежнее потому как я говорю надежно надежда никакой нет на диммер если напряжение вечером когда я установил его там было скажем 220 а утром я пришел она 240 250 соответственно они все жарятся эти яйца поэтому давайте все таки мы используем этот прибор вот что-то он там стабилизирует надеюсь что стабилизирует качественно как все что сделано советском союзе было как говорится склероз вылечить нельзя о нем можно только забыть я забыл создать влажность в своем инкубаторе вот я поставил короче две емкости с водой и еще я вот сделал такой экранчик на скорую руку из жестянки сделал я почему потому как этот у нас инфракрасный нагреватель а инфракрасный нагреватель у нас нагревает предметы и вот здесь явно ощущалось выше температура на яйцах чем вот на этих потому как они прям под лампой лежали я вот такой отсекатель сделал надеюсь что в любом случае будет у меня вот весь этот воздух нагреваться более-менее равномерно и не будут вот эти яйца теперь поджариваться прям напрямую от этого нагревателя но не знаю еще раз напоминаю ребят это авантюра у меня было два варианта либо скормить эти яйца корм своим до либо попробовать их положить сюда и его так вот как говорится на шару попробовать это все дело проинкубировать ночью посмотрим чем черт не шутит да и вот свободного гигрометра у меня нет к сожалению и психометрического тоже нету вот этого вида до свободного поэтому влажность я не знаю какая здесь какая будет такая будет как бы для куриного яйца это не сильно принципиально но не знаю в общем нечем не мерить влажность поэтому как есть так на общем экран не пришлось снять вот этот вот потому что не прогревала это лампа яйца под ним находящиеся вот те яйца которые ближе к стенке там температура на них была выше чем под этим экраном в общем а под экраном никак не нагоняло температуру до 37 8 в общем пришлось снять мучился мучился я с регулировкой диммера и потом меня осенило чем не не подключить этот керамический нагреватель через вот такой терморегулятор в общем один у меня теперь работает как просто датчика второй я на скорую руку здесь вот на соплях вот так вот закоммутировал в общем через елки через розетки это все соединил и сейчас у меня значит получается керамический нагреватель вот этот вот работает через терморегулятор так что я наверное уже могу пойти и относительно спокойно спать пришлось сделать еще один апгрейд потому что температура на разных дат на этих двух разных датчиках было сильно разные ну то есть большой был перепад на одном было там 37 8 а на другом 38 и 4 я значит туда поставил вот такой вот маленький вентилятор для того чтобы он перемешивал воздух сейчас кстати смотрите вот выключится вот видите 37 8 все сработал выключился я запитал вентилятор также от этого терморегулятор то есть он срабатывает параллельно с нагревателем вот так его поставил я его ставил в разные места вот сюда ставил сначала на лампу он дул и получилось так что вот этот датчик показывал уже меньшую температуру чем-то то есть все тепло сдувалось вот с этой области и больше грин нагревала вот эти яйца в общем вот именно такое положение вентилятора позволило мне сделать температуру на этих вот двух участках одинаковой друзья ну вот последняя версия значит моего нано инкубатора из брудера больше уже не буду я ничего здесь вот переделывать смотрите изменения какие опять я внес поставил под лампу банку вот такую с водой это будет как бы теплоаккумулятор который позволит вот эти вот колебания температуры более-менее сгладить и позволит реже включаться обогревателю как бы экономить нам электричество яйца я с ячеек значит убрал потому как они у меня были более так распределены по площади пола я их скучковал если вы видите так более так мне проще удалось отрегулировать равномерность температуры на поверхности вот этих яиц вот значит сейчас вот у меня терморегулятор лак у них 0102 градуса получается хотя щупы лежат в разных в разных местах вот один ближе к банке давайте я открою вот один у меня вот здесь значит лежит щуп вот он а второе вот там с той стороны яиц регулировка терморегулятор срабатывает вот от этого датчика который у меня значит лежит ближе к нагревательному элементу для того чтобы сравнять температуру вот между этими яйцами и этими яйцами я вот так положил вентилятор и только в такой вот конфигурации удалось мне удалось достичь равномерности нагрева всех яиц вот то есть получается вентилятор дует вот сюда пятно максимального нагрева и смещает этот вот перегретый воздух в область вот тех яиц и тем самым мне вот получилось у меня получилось достичь равномерности температуры на всей поверхности вот на этой так что вот в таком режиме мы оставляем все больше я здесь ничего менять не намерен так что вот такая вот у нас конфигурации на данный момент все наблюдаем